Спонсор нашего выпуска — феминизм. Двойной удар хейта. Что такое Валера? Я бы предпочла не знать. Ты спокойно переносишь, если в интернете кто-то неправ. 45 городов. Очень сложно всех помнить. Никого нельзя насиловать. Страшно жить в ментовских государствах. Похоже, что ты примерно этим и занимаешься. Прикольно получается. Привет! Это подкаст «Кайм Войс» с Людмилой Погодиной. Это я. Нас можно слушать. Тем, кто любит слушать, нас можно смотреть. Тем, кто не любит слушать, но любит смотреть. И сегодня у нас в гостях Катя Валера. Привет! Катя Валера приехала к нам из Питера. И что ты делаешь? Ты израбатываешь блогом. Ты поешь в группе Лона. Ты организовываешь фестиваль «Не виновата». А теперь сама расскажи, как ты себя идентифицируешь. Слушай, ну ты все рассказала. Я еще не знаю, зачем я здесь. Ты все знаешь. Я могла просто это все делать. Ну да. Да, примерно так себя идентифицирую. Мне больше нравится всегда говорить, что я вот в Лона, я делаю «Не виновата». Про блог я всегда стараюсь как-то умолчать. Серьезно? Почему? Да. Но почему-то мне больше нравится, когда меня там, если узнают, то узнают как именно музыкантку или как свою организаторку «Не виновата». Вот. А кто ты вообще? Как ты себя идентифицируешь по жизни? Тебя можно назвать феминисткой? Да, конечно. А чем еще тебя можно назвать? Жесть. Феминисткой, школьной девчонкой. Слушай, ну ты уже все ярлыки выдала, реально. А, да? У меня нет никаких рукавей для тебя. Немножко. Да. Прости. Ну, мне нечего делать в следующий час. Да. Давай начнем тогда с имени. Кто такой Валера? Это я. Как раз недавно рассказывала на своем YouTube-канале. Слушай, ну да. Ну, как бы для тех, кто вот первый раз. Для тех, кто не смотрит, да. Короче, это прикол. Я раньше была большой фанаткой группы «My Chemical Romance». И меня в ВКонтакте звали Катя Уэй Айро. Как составное из двух имен чуваков из «My Chemical Romance». Я тогда жила в Чите, и какие-то мои знакомые говорили, ой, это ты, Катя, Вай-Леро. Почему-то они Ай читали как Эл. И, короче, мои друзья начали меня стебать и говорить, ха-ха, Валера. И я подумала, ну да, смешно, можно переименоваться. И все. И с тех пор я Катя Валера, это с года, наверное, 2013-го. Может, вообще... Не-не-не, с года 2010-го, на самом деле. Вот. Окей. Хорошо. Как тебя родители так называют, не называют Катю Валеру уже? Нет, ретензация от меня просто Катя. Давай немножко про блог, раз уж ты мало о нем говоришь. Почему ты мало о нем говоришь, непонятно пока что, да. Когда ты решила... Чем ты занималась за блогом? Я учился в универе. Так. Да, потом... На кого? На управление малым бизнесом. Это... Это не очень интересно. Хорошо, но похоже, что ты примерно этим и занимаешься, только он такой виртуальный немножко бизнес получается. Ну, можно и так сказать. Но изначально цель была, это мой папа захотел, чтобы я стала управлять малым бизнесом. И сказал, вот, ты будешь учиться. Я отучилась, и я абсолютно это ненавидела, и поэтому управлять малым бизнесом я не хочу. Но, по сути, то, что я делаю, да, можно сказать, что вот, там, я продаю мерч свой, это малый бизнес. Окей. Ну, вот, что я делала. Я училась в универе, я закончила его, и примерно вот с концом универа совпал момент, что у меня начала расти аудитория. И я, когда закончила универ, я офигела от того, как можно круто жить, когда ты не учишься, что можно делать всякие прикольные штуки, сколько много есть сил. И я начала делать не виновата у нас, мы начали делать лона. И вот блог, и все примерно как-то разом, один-два года, вот, все настало. Но ты работала до того, как стала заниматься только блогом, нет? Да, конечно. Я в прошлом году уволилась из офиса. Я работала в рекламном агентстве в крупном. Это было довольно сложно, но интересно. Я увольнялась и думала, что это на пару месяцев. Я не рассчитывала, что мне будет хватать денег с блога. Я была уверена, что мне не будет хватать, но почему-то как-то так уже случилось, что я уже чуть больше даже года не работаю по найму, и с блогом мне хватает денег. Хорошо. О чем твой блог? О чем? Ну, просто обо мне. Я не очень люблю какие-то тематические блоги. Я сама такие не читаю. Только если это какие-то новостные, да. Просто я транслежу свою жизнь. Раньше там были посты про феминизм, мне кажется. Ну, там лет, не знаю, года четыре назад, наверное. Но я для себя поняла, что мне не очень нравится быть человеком, который образовывает. Мне очень сложно кого-то образовывать реально. И я сама не читаю никогда ничьи посты. Вообще никогда ничьи? Ну, там подруг, может быть, только. Но чтобы вот там фоловить кого-то и читать там рассуждения на какую-то тему, мне вообще это супер неблизко, и поэтому я сама почти перестала. Стала писать, поэтому. Хорошо. Кто инвестирует в блог о себе? Кто? Кто делает рекламу? Нет, кто вообще? Да, блин, много кто. Ну, с рекламой, правильно я понимаю, что как бы как именно... Да, доход с рекламы и доход от мерча, получается. Ну, и каких-то проектов, там, где меня могут позвать на съемки, или там вот сейчас сделаем проект. Мне кажется, мне нельзя говорить подробно, но придумываем одежду вместе с брендом, коллекцию разрабатываем. Ну, и вот, естественно, они из-за этого платят. И я вот на это живу и ем. А кто? Ну, всякие бренды. Не знаю, ты хочешь, чтобы я назвала бренды? Нет-нет-нет, просто интересно, ну, например, какого рода бренды? Типа одежда, да? Одежда. Может быть, это какие-то украшения. Иногда пишут медиа всякие, чтобы про них я рассказала. Да, кто угодно. Ну, я жестко отсеиваю. На самом деле пишут, наверное, каждый день всякие разные там... И нумерологи порекламировать их, и какие-нибудь... Я не знаю, личные аккаунты. Вот я ненавижу рекламировать личные аккаунты. Знаю, что многие это делают, но так как я сама не смотрю такие рекламы, то я сама и не делаю. Ты изначально из Читы? Да, из-за Бакальского края. Что в Чите думают о том, как можно зарабатывать с тем, что пишешь о себе? Блин, мне кажется... Короче, в Чите есть офигенный ресурс, который называется Чита.ру. И там любая новость, которая там выходит, сопровождается тонной хейта. И мне посчастливилось несколько лет назад давать туда интервью. И я не все комменты читала, что там есть, потому что там... Ну, там золото. Но это очень тяжело читать. Всякие штуки в стиле... У меня были плохие отношения с моей дочерью. Но когда я прочитала интервью с этой Катей, я поняла, что моя дочь золото, и я там ее люблю. Вот, короче, очень круто. В Чите сложно относится ко всему, к людям, которые выделяются. И я когда приезжала туда, как раз в тот момент, когда меня попросили интервью, у меня были еще красные волосы. Поэтому там был двойной удар хейта. Ты туда часто возвращаешься? Я езжу раз в год к родителям. Но сейчас родители мои живут в деревне под Читой, можно так условно сказать. Они уезжают туда на лето, на позднюю осень, ой, на раннюю осень и позднюю весну. Поэтому я прилетаю на самолете в Читу, провожу там один вечер и уезжаю в деревню. То есть я за последние годы там даже не гуляла толком. Сколько до Читы от Питера? На самолете семь часов. Семь часов на самолете. Делаешь ли ты что-то, то есть выступаешь ли ты с группой там, делаешь ли ты там фестиваль, что-нибудь ты делаешь в своем городе? Чите. Там, к сожалению, сцена вообще не развита музыкальная. То есть я даже примерно не представляю, как можно там сделать концерт, кто на него придет. И у меня нету таких контактов, через которые я бы могла сделать. Там я ничего не делаю. Выступали из каких-то прикольных городов. Вот мы с группой только в Минске, Витебске. Давай перейдем к группе. Группа Лона. Четыре человека. Четыре человека в группе Лона. Да, да. Что вы играете? Как ты это называешь? Мне сейчас все мои друзья говорят, что это экпанк. Экопанк. Эко? Экпанк. Я даже, я сама не могу это нормально объяснить. Знатоки экпанка пишите в комментариях, что это значит. Мне нравится экопанк. Наверное, такое тоже есть. Наверное. Мы говорим обычно фемпанк. Потому что вы все феминистки. Да. Окей. Хорошо. Как вы нашли друг друга? Кто, откуда? Через сторис в Инстаграме. Наша гитаристка Лиза из Петербурга запостила сторис в стиле «Хочу играть злой панк с девчонками. Нужна вокалистка, басистка и барабанщица. Пишите». И мы с Лизой были так шапочно знакомы. Там из одной тусовки. И я как раз хотела где-то начать петь. И подумала, блин, это мой шанс. Написала ей. И потом барабанщицу и басистку мы нашли как-то через знакомых, по-моему. Встретились все в баре. И такие, ну, привет. Как тебя зовут? Что мы хотим играть? Как-то поговорили. Потом была репетиция. А, у нас там вообще была другая девочка-басистка. Она после двух репетиций ушла. Потом была еще одна. Мы там с ней поиграли год, наверное, и тоже с ней разошлись. Вот. И сейчас другая. Какое впечатление от первых концертов в Беларуси? Супер. Блин, я очень хотела выступить в Беларуси. И тут еще мы играли с такими классными группами. Нам организовывали это друзья. И, не знаю, впечатления только радостные. Я переживала. Мы играли на студии 42. Там же очень-очень жарко. Это было лето. Я думала, я могу сознание потерять вообще как нефиг. Потому что, когда играла первая группа, мне пришлось уйти и вот так сидеть. Отдышаться? Да. Но когда мы играли, все было супер. Угу. А, да. Ну, мне кажется, у тебя на втором концерте тяжко стало. Ну, да, у меня как будто... Я всегда такая, ух, у меня тяжко. На втором... Я вообще почти не спала на втором, мне кажется. Перед вторым поэтому... Блин, ну, в Витебске тоже был шикарный концерт. В таком крутом месте. В каком-то... На который нельзя называть. На который нельзя называть, да. Но там это было... Все выглядело как актовый зал в какой-то советской школе. Очень красиво. По поводу группы... Вообще, как я додумалась тебя сюда позвать? Потому что я попала на твой концерт. Собственно, так мы и познакомились на концерте. После концертов. После двух. Между двумя. Как-то так. Во время. Да, во время. Вот. И меня зацепило то, что ты перед песнями начинаешь... Ну, как бы даешь маленькие вводные. И, собственно, я бы хотела, наверное, о паре песен буквально поговорить. Например, песни... Я ставлю... Я теперь диджею две из них, как минимум. Вот. И я люблю себя. Это, понятно, уже классик. Я люблю себя. Я люблю тебя. Мне кажется, вы уже сами немножко подустали, наверное. Устали максимально. Устали. Да. А есть песня «Милая моя». Милая моя, я в панке десять лет. Я знаю лучше. Я сделаю больше, чем ты. Я хотела спросить, вот про кого эта песня «Милая моя»? Про моего бывшего молодого человека, который реально в панке десять лет и очень этим гордился и очень любил. Ну, вот, короче, есть такая тема среди некоторых панков, снопское отношение. Вот. Как-то после очередной какой-то ссоры я просто села и написала эту песню. Да. Песня «Выживу»? Я обязательно выживу. Я обязательно выживу. Эта песня, она что-то мне написала моя подруга. Она написала как раз «Я обязательно выживу в этой жаре внутри снаружи». Не помню про что, про какую-то фигню, по-моему, вообще. И я такая, вау, какие красивые строчки, можно укрыту для песни. И просто вокруг этих строчек уже написала песню. Ну, естественно, она довольно прямолинейная, мне кажется. Там понятно, что это про какие-то события, которые сейчас происходят у вас, у нас. Ну, такая песня типа, блин, тупо, все тупо. Хорошо. Какую песню ты посвятила родителям? Есть такая песня? Да. Как называется-то она? Как я не помню, как она называется. Ты это знаешь, вот. Когда я умру, я хочу, чтобы ты страдала. Когда я умру, я хочу, чтобы ты жила с чувством вины. Так. Да, эта песня полностью составлена из цитат моих родителей. Мне у нас как-то был какой-то огромный диалог, в котором они решили мне сказать все, что они думают. И я тогда не могла дня три просто это переварить. Потому что это все было разом сказано. Я записала все в заметку с мыслью, типа, надо это потом на психотерапию принести. И эта заметка у меня была. И потом, после этого, по-моему, как раз началась группа Лона. И мы такие, давайте какую-то песню сделаем, давайте. И я такая, о, может быть, вот эту песню сделаем. И сначала это, конечно, пипец было сложно ее исполнять. Там были мурашки у меня, у девчонок. Я могла начать плакать на репе. Короче, ну вот такое. Но в итоге супертерапевтичный эффект получился, что... Мне сейчас даже стрёмно, когда я на концертах, до нее доходит момент. И я просто такая, а, ха-ха, да, вот песня, которую мне там сказали родители. Приведи самые стрёмные цитаты из песни. Когда я умру, я хочу, чтобы ты страдала. Когда я умру, я хочу, чтобы ты жила с чувством вины. Вот. И это было сказано разово. То есть, в смысле, до этого с родителями не было? Ну, в смысле, как... Ой, нет, всегда были. Ну, и сложные отношения с родителями. Вот. Но да, такого мне еще не говорили. Что сейчас вообще твои родители? Слышали эту песню как? Я не знаю. Я бы предпочла не знать. Вот. Я знаю, что... Ну, мама в курсе про Лона. Я ей даже в этом году подарила мерч, платочек. Но я не знаю, слышали ли я. Нет, весь с ним. Я реально так предпочитаю. Так, ааа, ничего не знаю, не слышу. Ты на терапию ходишь, получается? Да, вот вчера была. Вчера была? В смысле, здесь? У меня по скайпу. По скайпу. А сколько лет ты в терапии? Я кусками. То есть, это не прекращающийся поток. Года, наверное... Мне кажется, в 15-м или 16-м я первый раз пошла. И я вот так хожу-хожу, потом не хожу, потом хожу. Ну, вот так. Я много терапевтов сменила. И вот сейчас в том году нашла идеальную терапевтку. Что тебя вдохновило на терапию пойти первый раз? Ой, первый раз там было то, что у меня с моим молодым человеком были отношения... Были проблемы в сексе. И я пошла из-за этого. И я думала, что во мне проблема... Ну, там, короче, я не хотела. Я пошла к бесплатной психотерапевтке. Что-то мне какой-то такой фигни вообще наговорили. Типа в стиле, да, потерпи. Вот. И да, ну я такая, ну, наверное, это не очень специалистка. Пошла к другой. Вот. Ну и потом каждый раз, когда у меня какие-то штуки происходят, там, на работе мне было тяжело, когда я в офисе работала. Вот я пошла по этому. Начала заново ходить. Сейчас у меня все нормально, но я начала заново ходить, потому что, ну, есть всякие, знаешь, проблемы, которые всегда с тобой, но которые легко отодвинуть и сказать, ладно, потом с ними разберусь. И я подумала, раз у меня сейчас все хорошо, хороший момент, вот, разобраться с глубинными проблемами. Угу. Насколько вообще среди твоих знакомых, ну, наверное, сейчас в большей степени, а вообще изначально практика вот обращаться к терапии, ну, как бы в порядке вещей. Вот когда ты начинала обращаться, насколько это было, ну, на слуху? Или тебе пришлось вот прям реально покопаться, найти, куда, как? Ну, найти, я помню, было не очень сложно, но почти никто из моих знакомых не ходил тогда. Может быть, там пара человек. Сейчас мне сложнее сказать, кто не ходит на терапию, чем кто ходит. Угу. То есть это, ну, ты замечала, да, что там информационное поле как-то за это время, да, там поменялось? Первый раз ты в 2015-м или когда ты сказала? В 2015-м, 2016-м. Да, в 2016-м. Угу. Хорошо. Говорила ли ты, там, ну, о родителях с терапией, да? И вообще, как ты думаешь, ну, вот любые, там, такие травмы с родителями, которые были, да, если хочешь, если хочешь, можешь рассказать, в чем вообще твоя проблема была с родителями, то есть чуть в эту тему, если тебе это как-то комфортно. Ой, ну, сложно как-то. Ты один ребенок в семье? Не, у меня еще и старший брат. А, угу. Ну, у нас большая разница, мы с ним супер крешим. Сколько лет? 12 лет. У меня 11, старший брат у нас. Мы с ним ни разу не ссорились из-за этой огромной разницы. Он всегда был человеком, который меня отмазывает везде, такое прикрывает. Вот. Но с родителями сложно кратко сказать, просто у нас не вайбимся мы с ними. У вас, наверное, тоже большая разница, да, с родителями из-за этого возраста или нет? Да не знаю. Ну, у меня мама меня родила в 30 лет, по-моему. А мне сейчас сколько? Сколько? 25. Вот. Какая-то математика происходит. Короче, мне кажется, не очень большая разница. Нормальная. Нормальная. Да. Ну, просто плохо друг другу понимаем. Разные ценности, какие-то взгляды. У них ожидания, которые я не оправдала. У меня там за это чувство вины. Ну, и вот. Ну, какая-то классика, мне кажется, на самом деле. Ну, наверное, в каком-то смысле. Ну, вообще, просто меня впечатлила действительно вот та песня, почему я обратила на нее внимание. Чем этот хейт-спич, который, в общем-то, вылился в песню, чем он был обоснован? На чем он вообще появился? На чем? Там какая-то была маленькая ссора. Мы вообще... Блин, это был такой тупой сеттинг. У меня были раньше проблемы с сердцем. Мы прилетели делать операцию на сердце, в другую страну. Тебе? Да, мне. И что-то, короче, видимо, это общее волнение, наверное, и родительское волнение вылилось в этот монолог, диалог. Мы там... Мы поссорились, по-моему, потому что не могли понять, куда пойти пообедать. Вот. И там что-то я сказала, что я не хочу что-то конкретное есть. И там папа начал на меня кричать, что не только я есть. Еще он есть, и есть его еще мнение. И потом вот начался как-то слово за слово эта темка. И вот то, к чему она привела, то есть... Да. Ну, мы прям вот шли, по-моему, не поели. Мы вот шли, 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 шли. И потом еще сидели, разговаривали. И я тогда... Ну, я тогда впервые задумывала серьезно о суициде. Типа, мне было прям очень плохо. Вот. Ну, еще вот этот стресс, типа, про сердце. Ты думаешь, типа, что там, кого? Операцию сделали в итоге? Да, операцию сделали. Сейчас все вообще 100 баллов. Там великолепные врачи. Мы делали в Сингапуре операцию. Там супер медицина какого-то невероятного уровня. И... Ну, я, конечно, очень благодарна родителям, что меня не привезли туда. Вот. Потому что я делала в России до этого. И там все, короче, не очень стало. Блин, было бы довольно глупо, если бы ты приехала в Сингапур делать операцию на сердце, а потом, ну, вышла в окно просто из-за того, что вы из-за еды поссорились. Ну, да, да. Совершенно абсурдная ситуация. Ну, да, тупо. Ну, хорошо, что нет. Как долго ты думаешь заниматься блогом? Как думаешь ты... Как долго это может вообще продлиться? Потому что, наверное... Ну, как это всегда бывает, волны в интернете. То есть, как бы, сейчас интересно, потом неинтересно. Потом будет что-то еще. Я думаю, что я бы хотела этим заниматься всю жизнь, наверное. Ну, мне это комфортно делать. Но я думаю, что, да, наверное, когда-то Инстаграм умрет, да, и блог умрет. Но, скорее всего, на смену придет что-то другое. И мне нравится очень YouTube, развивать YouTube. И я вот думаю, блин, наверное, YouTube тоже может скоро умереть. Но я сама смотрю YouTube, наверное, уже лет 11-12. Или там... Ну, да, сколько оно еще существует, почти столько я его смотрю постоянно. И он не теряет абсолютно свою актуальность. Так что, сколько получится, столько буду заниматься. Пока не надоест, наверное. Какой твой феминизм? Понимаешь, да, о чем я говорю? Ну, какой-то личный, не знаю, какой. Сейчас любые, да, облако тегов нужно сделать. Да, да, да. То есть, ну, какие конкретно у тебя ценности? Потому что споров вокруг феминизма, в том числе внутри, не только снаружи. Это жара внутри и снаружи феминизма, короче. Бесконечное множество. Я поняла, что этим можно заниматься только, если ты четко для себя понимаешь, зачем, почему ты себя с этим ассоциируешь, что для тебя это... Ну, и так далее, и так далее. Просто теперь сказать, что я феминистка, на этом замолчать, и вообще, скорее всего, сейчас не получится. Вот. Я хочу узнать, что для тебя есть феминизм. Ну, это интерсекциональность. Что это для человека? Мы никого не дискриминируем. И транслюдей не дискриминируем. И кого еще? Ну, никого. Мужчин дискриминируете? Нет. Хорошо. Ну, нехорошо в смысле, окей. Отдомбрила. Нехорошо, неплохо, окей. Да, какой... У меня нету... Ну, типа, я не буду сейчас тут сидеть перед тобой и говорить, да, я вот такая феминистка. Потому что, как я уже сказала, я вообще не люблю вот какой-то образовательной штукой заниматься феминизмом. Это очень мне тяжело в плане ресурсов. Там, пояснять феминизм тоже не очень люблю. И просто вот я феминистка, я занимаюсь феминизмом. Хорошо, расскажи просто свою историю. Когда ты для себя поняла, вообще обнаружила это слово, и когда ты поняла, что вот это тебе подходит? Ну, наверное, году в 15-м это примерно начало все всплывать, мне кажется, тогда все еще сидели на тесте таком ресурсе, может, нет? Вообще первый раз слышу. Блоги. Это какой-то российский или СНГшный ресурс, как Tumblr, там все вели блоги свои, и картинки тоже постили. И я там начала что-то читать, смотреть, и там же я наткнулась на нику вот-вот. И, блин, вру. Вот на нику вот-вот я наткнулась в году в 12-м. И вот, мне кажется, тогда начали какие-то первые идейки заходить. А в 15-м я уже начала такая так, что за феминизм? Какие-то паблики ВКонтакте, опять же, Никины видосы. И потихоньку как-то начала все это понимать, по полочкам укладывать, по кирпичику маленькому. И когда я начала себя прям называть феминисткой, наверное, ну, может, в году в 16-м, 17-м, тогда было очень сложно, потому что очень мало людей поддерживали феминизм. И была вот эта постоянная борьба в голове, что вот у меня есть окружение, и очень многие из них говорят какие-то проблематичные вещи или делают, и ты не понимаешь, как себя вести. То есть ты думаешь, блин, неужели мне нужно отказаться от 90% своего окружения, из моих взглядов. И, ну, там, сколько мне было лет, я тогда вот в универе училась, я такой котеночек потерянный. А сейчас я недавно задумалась о том, как круто, что у меня вообще нет близких и знакомых, которые не поддерживали бы феминизм. И то, что все в какой-то мере за него рубятся или просто такие, да, мы поддерживаем, типа, это круто. И насколько уровень жизни сразу выше. Жить круто. Жить резко стало круто. Да, жить хорошо. Окей, это все благодаря феминизму. Спонсор нашего выпуска – феминизм. Скажи, как, когда ты начала называть себя феминисткой, и сейчас, как люди реагировали тогда, и как реагируют сейчас, когда слышат это слово от тебя? Как люди до сих пор реагируют, если ты там пишешь, например, про месячные или так далее в своем блоге? Все равно это как бы, ну, это такой, как бы, может, не активно образовательный феминизм, но это, в принципе, до сих пор все еще стейтмент. Это все равно, если ты как бы что-то такое пишешь, все равно это, скорее всего, триггерит, наверное, кого-то где-то. Кого-то где-то, наверное, триггерит, но, видимо, у меня аудитория, ну, вот, чисто людей, которые это все принимают. Поэтому я не помню вообще последний раз, когда был хейтерский коммент какой-то, или в личку что-то писали. Но давно, вот несколько лет назад, конечно, были комменты какие-то стремные. И раньше, вот спросила, как раньше реагировали на то, что я феминистка. Мне кажется, что я вот прям от близких друзей встречала непонимание, и сейчас они уже нормально все. То есть от друзей не пришлось отказываться, просто изменилось их отношение, или как? Ну вот, у меня была подруга, с которой было как раз непонимание, и мы с ней переставали общаться на какой-то срок, тоже на несколько лет. Ну, там не только из-за того, что я феминистка, еще были конфликты. И вот мы недавно в прошлом году с ней помирились, и оказалось, что она теперь вообще тоже жесткая фемка, и тоже рубится за все это. Я думаю, блин, как хорошо, теперь все уже супер. Никсель-Пиксель, да, твоя подруга. Я думаю, что ты видишь, как ей, наверное, приходится сражаться за свой феминизм и так далее. Это связано, вернее, твое нежелание проводить какую-то образовательную деятельность, каким-то образом связано с ее опытом? С тем, что, возможно, для нее это такой иногда холивор, мне кажется, выглядит со стороны, по крайней мере. Я не знаю, как сейчас. Ну, она-то тоже не проводит, как бы, консультации, да? Она, то есть, снимает видео, и она вот выкладывает его в интернет, и если у нее есть настроение, она там что-то кому-то поясняет. Но это же, блин, информационное обслуживание. Если кто-то приходит и такой, ну-ка, поясни мне вот это что. Блин, иди загуглить, типа. И она тоже придерживается такого же мнения, что вся эта инфа есть в интернете. У нее самой лично видосы по всем темам вообще возможны, мне кажется. Но это и есть образовательная такая часть, в принципе, наверное. Да, ну, как бы, одно дело... Такой ликбез, по крайней мере. То есть ты все равно записываешь, может, ты не вступаешь в диалог, но ты как бы... Да, но это гораздо проще, мне кажется, когда ты спокойно сидишь, записываешь, там, готовишься, поднимаешь то, что тебе интересно, конкретные темы, и все, и просто это выкладываешь. Пожалуйста, кусок образования, образовываетесь. И, ну, другое дело, это вот с кем-то... Кому-то что-то объяснять. Особенно людям, которые не искренне спрашивают, а в стиле, ну, что там, зачем эти гиперроды вообще нужны? Это все бред. Вот. Ты с такими не сталкиваешься? С вопросами? Ну, да. Но я просто на них не отвечаю. Что ты делаешь? Ну, если ко мне приходят, начинают спрашивать, я говорю, ну, я не буду отвечать. Ну, я не хочу. Если это какие-то... Единственный человек, которому я готова что-то отвечать, объяснять, это вот мой молодой человек. Потому что он находится уже на таком уровне прошаренности, высоченном, что там не нужно разжевывать. А там уже такие темы поднимаются. О, вы сидите такие... Например, причем последние вот так вот брейнштормили. Ой, ну, брейнштормили, наверное, последний кейс с одним чуваком питерским, который снимает такой, типа, крутой чел в тусовке и снимает девчонок с голыми жопами. Не очень такой сексуализированный контент. А мальчишек, он снимает только какие они крутые панки на концертах. И, типа, его жестко. Почему-то в Питере многие хайпят. Типа, да, круто. А там вот прям просто, типа, камера в жопу заснула. Буквально. Там вообще адские водки. И, ну, мы вообще обсуждали вот с моим молодым человеком. Почему это не ок? Ведь девушки сами к нему приходят. Вот. Ну, и мы такие, так, почему? Давай разберемся. Вот. К чему вы пришли? Ну, к тому, что девушки могут... Ну, хоть они и сами приходят, но это все равно поддерживает вот эту объективизацию. И как бы сами того, может быть, они не хотят, но они это делают. И, ну, еще проблема в том, что он именно этот вот девчонок так снимает, про нее не снимает. И это тупо. И что-то мы еще к чему пришли. Звонок другу. Так, слушай, что у нас там было. Очень жесткая тема, то, что когда ты долго о феминизме, и ты уже просто понимаешь, типа, что ок, что не ок. И когда тебя просят пояснить... Вот еще, мне кажется, почему я не люблю. Потому что ты не можешь нормальными словами все сказать умными. Потому что у тебя это просто уже отложилось на подкорке. Это просто... Ой, ну ты такая... Ну да, это аксиома. Нельзя девчонок насиловать. Ну, типа... Никого нельзя насиловать, в принципе. Да, никого. Ты такие, ну-ка, объясни. И ты думаешь, господи, как я это объясню? Типа, это очевидно. Вот. Поэтому ты просто, чтобы не выглядеть со стороны, что там как бы в мозгах понятно, а вербализировать... Я просто, я понимаю, у меня тоже есть такая проблема. То есть там я очень умею пересказывать какие-то классные вещи, какие-то цитаты или еще что-то. И я начинаю рассказывать, понимаю, что я испортила уже как бы всю суть. И такая... Ну да. Получается, я просто... Какой-то вайб, что ты не понимаешь, о чем говоришь, хотя ты понимаешь просто... Как собака сказать не можешь. Все понимаешь, сказать не можешь. Да-да-да. Но есть на такие моменты у нас чаты с девчонками, куда ты пишешь, типа, блин, как это объяснить? И вы там все такие-то... Фак. Коллективным умом. Хорошо. У тебя случались споры о феминизме с феминистками, феминистами и так далее, и так далее, и так далее? Мне кажется, нет. Вообще никогда. Ну то есть, если я вижу... Все споры где? Они находятся в Твиттере. Всегда, когда я видела споры, я просто проходила мимо. Я ненавижу споры. То есть ты спокойно переносишь, если в интернете кто-то неправ? Да, вообще. Надо поучиться. Но я просто понимаю, что это же я сейчас должна брить и свое время, силы потратить. Зачем? Мне даже думать об этом тяжело. Уже устала сразу. Окей. Такой уровень просветления мне бы тоже хотелось, конечно. Что, ты срешься в интернете активно? Я могу себе позволить. Раньше, наверное, активно. Я сейчас могу позволить себе только, если я примерно знаю, кто это пишет. То есть тогда я даю себе, наверное, две попытки, после чего стараюсь сворачиваться. То есть даже если меня там серьезно бомбит, я такая, так, все, все. Ты попробовала, не сработало, идем дальше. Но ты просто пытаешься, потому что ты знаешь, что человек... Да, то есть я сейчас стараюсь сфокусироваться только вот... Либо если это комментарии под кем-то, вот кто там, допустим, что-нибудь душевное раскрылся, написал, вот, и у него там что-то в комментариях происходит. Но опять же, только если я вижу, что человек вступает в диалог. Если нет, то есть даже, ну, не пингуется, то я даже как-то уже дошла, кажется, до того уровня, когда я могу пройти мимо. Ну да. Это непросто, но, кажется, могу. Теперь. Уважаю. Фестиваль не виновата. Важная штука, потому что я, на самом деле, до того, как с тобой познакомиться, уже несколько лет подряд выступала на этом фестивале здесь. Кто, чего, откуда взялся вообще, почему взялся? Это, может быть, знаешь, есть такая группа Kick Chill. Теперь группа из Брянска и вокалист там Вася Огонек. И Вася Огонек — это наш друг. И в какой-то солнечный или несолнечный день он предложил Лене Кузнецовой из группы «Позоры». Организовать несколько концертов в раз, прибыль с которых бы шла женщинам, пережившим домашнее насилие. И сказал, давай найдем каких-то организаторов из разных городов, ну и вот сделаем такую серию концертов. И они начали собирать организаторов. Я тогда еще не занималась организацией концертов. Мне написала Лена, потому что она моя подруга. Типа, сделаешь концерт в Питере? Я говорю, я не умею, но хочу. И она такая, ну, сделаешь. И вот так, вот так, вот так мы сейчас собрались в большой чат и начали коллективный брейншторм по поводу того, как это все будет, что это вообще такое. И как-то вот получилось так, что теперь это ежегодная международная акция, над которой работают сотни людей. И там мы собираем миллионы российских рублей. и прикольно получается. Ну, сейчас это происходит и в Белоруссии, и в России. Где-нибудь еще это происходит? Это было в Грузии еще, в Финляндии. Блин, еще в каких-то трех странах, сори, я не помню. Там 45 городов, очень сложно всех помнить. Когда это началось? Мы собрались в 2018. В 2019 прошла первая, в 2020 вторая, в 2021 третья. Ага, то есть три года, и за три года 45 городов. Да. Сначала там было что-то городов 20, потом вот 45, и в этом 2021 году у нас была онлайн не виновата из-за коронавируса. Мы решили, что... Ну, хоть уже и были мероприятия, но мы решили, что нафиг какой-то риск делать. И сделали онлайн. Получилось очень прикольно, как старый эфиром ТВ. Мы там просто угорали на этой трансляции и включали всякие видосы. И было вообще очень смешно и классно. Но очень тяжело, мы все выгорели абсолютно. Именно онлайн? Когда онлайн уже? Да, от всего. Ну, мы уже в этом году все на последнем издыхании это делали. И мы надеялись, что так как онлайн, и не нужно делать физическое мероприятие, это будет легко. Но мы не учли, что никто из нас никогда не делал онлайн-трансляции. Вообще такого рода событий мы не делали или что-то такое в интернете. И это оказалось в тысячу раз, блин, сложнее. Чем просто сыграть концерт, да? Да. И сейчас вот уже у нас подступает октябрь месяц, в который мы начинаем работу на Дневиновата. То есть мы обычно работаем с октября по март. Дневиновата каждый год 8 марта. И никто из нас сейчас не понимает, как вообще начинать что-то делать. Это просто жесть. Типа у нас уже были консультации с психологом по выгоранию. У нас уже были поездки на фемдачу, чтобы там восстановиться. Ничего не работает. Ну, то есть вы сомневаетесь, что будет это делать? Или вы точно знаете, что будет это делать? Просто непонятно, как вообще за это взяться. Я думаю, что Невиновата будет в следующем году. Я не уверена насчет себя в ней. Но я также не понимаю, как себя мыслить в ней не виновата. То есть настолько вообще часть меня и настолько я там много всего делаю каждый год, что, не знаю, мне кажется, это как вот, когда люди там рожают детей, да, они вырастают, и дети потом уезжают, и люди сидят такие, типа, кто я теперь? Кто к моей жизни ушел? Ну и кто мы теперь, да? Да, мы сейчас записываем это, получается, в конце сентября. Кто знает, когда этот выпуск выйдет в эфир. Часто 8 марта выйдет. Да, 8 марта выйдет, и тогда все будет понятно уже, что случилось за это время. Как дела вообще обстоят с домашним насилием в России? В Беларуси все плохо? Очень плохо? Ну, у нас тоже так же плохо. Я думаю, у нас примерно одинаково плохо. Мы раньше... У нас была статистика про каждые 40 минут, у нас даже есть мерч, каждые 40 минут в России умирает одна женщина от домашнего насилия. И в этом году вышла какая-то новая статистика. Я не помню, что там, но, по-моему, там чуть-чуть получше стало. Но все так же плохо. Все так же ты не можешь обратиться в полицию, не можешь никуда обратиться, кроме, собственно, фондов и разных центров, которые помогают женщинам, пережившим домашнее насилие. И этим фондам помогаем мы с ним виновата зарабатывать на них деньги. Ну, вот у нас, например, Радислава в этом году с Радиславой начались проблемы, даже с ней непонятно, что будет и что есть. Это какой-то капец касаемо фондов. Типа, вот это ваша ситуация с Радиславой. У нас была ситуация с фондом в одном из городов, которым мы хотели очень помочь. И они сказали, да, нам очень нужна помощь. А потом они написали, блин, сори, пожалуйста, не помогайте нам. Если узнают, что вы нам помогали, с нами тут, ну, типа у нас начнутся большие проблемы. И нам пришлось, по-моему, нам пришлось им реально не помогать, либо мы там как-то под покровом ночи эти деньги скидывали. Хазая, типа ты даже не можешь людям элементарно скинуть деньги на кровать, чтобы у них в их шелтере были кровати для женщин. Я не знаю, мне не поднимается. Это вообще какой-то адский мир, ты когда погружаешься в эти фонды. Блин, у нас, короче, недавно, из-за того, что мы работаем с ней виновата уже много лет, и ты же не можешь каждый день через себя все это пропускать и думать, вот, как же там тяжело работникам фондов, как же там тяжело всем. Ты просто делаешь свою работу, зарабатываешь для них деньги, даешь им эти деньги, и со временем у тебя просто реально замыливается вот это какое-то, ну, какая-то вот эта печаль, не знаю, какая-то вот эта боль. Ты, ну, просто делаешь работу для них, ты знаешь, я должна, я это сделаю, должна для себя, ну, хочу так. И мы недавно, когда мы были на Фимдаче, туда приезжала одна из представительниц фондов московских, и, короче, она рассказывала, она просто сидела и рассказывала про то, как им тяжело и что вообще у них там происходит. И мы просто сидим, и мы понимаем, что мы вообще, мы настолько от этого отодвинули себя, чтобы спокойно делать работу, что мы реально даже не понимаем, что там происходит в фондах и насколько им тяжело. И это был такой важный экспириенс. То есть мы поняли, что нам нужно в команде, чтобы у нас была какая-то лекция от кого-то из фондов, чтобы нам рассказали и напомнили нам вообще для чего, для кого мы это делаем и почему. У тебя были в жизни ситуации, ну, как бы, где ты сталкивалась с насилием? Нет, у меня не было. Люди, которые организовывают фестиваль по большей части, если ты знаешь, это люди, которые сталкивались с насилием или те, которые не сталкивались? Я думаю, что по большей части да, но я не думаю, что очень много кто пришел именно из-за этого. То есть это в основном люди, которым нравится помогать, которым они просто понимают, что это важная тема. Это реально не то, что мы все туда пришли, такие, блин, мы пережили домашнее насилие, теперь мы будем поэтому работать над этим. Ну, для меня, наверное, в том числе это и так работает. Ну, да, так тоже. И, наверное, за название пояснить там в двух словах «не виновата» это про как раз-таки противные от виктимблейминга, да, то есть не обвинять жертву, то есть как бы так как у нас традиционно в культуре повелось «сама виновата» и вот так вот. Да, блин, с этим названием ты не представляешь, как мы долго это придумывали, как это все было тяжело. Мы вообще придумали сначала название «цветы потом», типа что, ну, наверное, понятно, да, какая-то вот, что «цветы не на 8 марта», и не надо вообще на 8 марта, это вообще про другое. Ну, короче, типа чёшь. Слишком сложно. Да, и потом кто-то предложил «не виновата», и это стало «не виновата», а потом у Ольги Бузовой вышел трек «не виновата», и теперь очень сложно нас гуглить, что ты гуглишь в итоге трек «Ольги Бузовой не виновата». Блин. Окей, это сложно, сложно. Как человек, который проработал в рекламе и занимается продвижением собственного блога, как выйти из этой воронки, как выйти из этой ситуации? Блин, не знаю. Я такая сапожница без сапог, типа, я вообще ничего не понимаю в плане продвижения. Ну, у нас в команде есть люди, которые что-то понимают в плане продвижения, но я не думаю, что мы как-то какие-то силы прикладывали, чтобы так нужно, чтобы были мы, а не Ольга Бузова. Ну, если гуглить «не виновата акция» или «не виновата фестиваль», то мы гуглим себя, так что ок. Блог. Плюсы и минусы? Плюсы. Можно подольше поспать, потому что работаешь на себя. Минусы, когда узнают, это не всегда приятно, могут с криком напрыгнуть со спины и прям в ухо заорать «Катя, Валера!» Вот это неприятно. Серьезно, люди просто прыгают? Ну, такое было, да. Еще был кейс, когда я снимала деньги в банкомате, и я просто так с деньгами поворачиваюсь, и сзади стоит чувак и такая «ты же Катя, Валера!» Я просто стою с деньгами и такая «нет». Я обожаю говорить «нет». Ну, типа, я не очень люблю, когда на улицах подходят и просят сфоткаться, потому что если я одна, то мне, типа, я суперсценникам позже не чувствую одна, что там кто-то незнакомый ко мне подходит. А когда я с друзьями, я с друзьями. И я всегда прошу в сториз там у себя «если вы хотите подойти, подходите на мероприятиях, потому что на мероприятиях я тусуюсь, там что-то делаю, мне вообще супер, я буду рада сфоткаться, поболтать, вообще все что угодно. Но на улице или там, когда я ем, сижу где-то, это вообще супер некомфортно. Про группу Лона. Какая твоя любимая группа, кроме группы Лона? Ну, на данный момент, наверное, группа «Плиз» моя любимая. Чисто подлезала. Да-да-да-да-да-да-да-да. Хорошо, кроме группы «Плиз», какая твоя еще любимая группа? Минская группа «Плиз», если что, да. Минская. Да, Минская. Какая еще? Ну, я очень люблю, чисто первое, что в голову приходит, группа «Байсиклосфор» «Арганистан». Оставьте нас в покое, раз и навсегда. Такая я простая девчонка. Просто важная группа в моей жизни. Хочется какую-то еще маленькую группу назвать. У меня резкая все группы из головы вылетели. Ну и ладно, и хорошо, ничего. По песням что расскажешь? Что-нибудь новое о новых песнях? О чем новые песни? Что-нибудь, что-нибудь расскажи, пожалуйста. Что-нибудь про новые песни группы «Лона»? Да, у нас в этом году, наверное, выйдет альбом. Ого. Может, в начале следующего года. И там будут и песни про подружек, и песни про чувака из Тиндера. И песни про... О насущном все. О насущном, да. Я люблю петь вот. О насущном, все как есть, все прямо. Есть очередная песня про то, как страшно жить в ментовских государствах. И все это ждите на новом альбоме, который когда-то выйдет. По части, наверное, не виноватый такой общий вопросик. В принципе, замечаешь ли ты и как-то твои взаимоотношения, например, со родителями... Ну, я возвращаюсь к родителям, потому что, наверное, травма и насилие, оно чаще... Ну, часто идет из семьи. Круто, что у тебя такого опыта, наверное, не было, хотя сложно... Эмоционально, да. Эмоционально, да, да. Замечаешь ли ты, что это каким-то образом влияет на твои отношения с людьми сейчас вообще? Ну, то есть, проводишь ли ты с помощью терапии или как-то еще параллели, видишь ли ты вообще какие-то такие вещи взаимосвязи? Взаимосвязь того, что я что-то делаю и это как-то влияет? Ну, в смысле, то, как твои родители общались с тобой, и то, что наложила на тебя отпечаток, замечаешь ли ты, что это каким-то образом сказывается на твоем отношении с людьми сейчас? Я почему спрашиваю, потому что я замечаю, я все больше и больше разматываю этого. Мне просто фейспалм периодически случается. Вот, поэтому я, наверное, ищу какого-то или подтверждения, или наоборот, знаешь, там, у опыта других людей. Блин, как будто бы мне вот не близко то, что ты сейчас сказала. Но я не понимаю, я вот сейчас в тему скажу или нет. Мы как раз вчера на терапии говорили, о родителях, и я говорила, что, блин, ну, родители — это вот как бы два чела, которые встретились, тебя родили, и, ну, не обязательно у них есть супер какой-то педагогический опыт. Чаще всего нет. Да. И как бы вот сейчас люди более осознанно подходят, молодые родители, там, они читают кучу книг по педагогике, и, ну, круто как-то бережно растят ребенка. И, ну, наверное, когда я про это говорила с психотерапевткой, я имела в виду, что, ну, тоже было бы круто, если бы меня вот, ну, как-то ненасильственно это все было. И мне психотерапевтка сказала такую вещь, что если бы мои родители были супер прошарены в педагогике, они бы смогли мне привить свои ценности бережно, и я бы была абсолютно другим человеком с вообще другими ценностями. Я бы, может быть, и была там, мне было бы окей, да, я бы не знала, какая я сейчас, но вот я сейчас, я бы абсолютно не хотела быть другим человеком, мне нравится, какая я сейчас. И, типа, да, круто, что было столько проблем в семье, теперь я так, то есть сейчас. Блин, да, когда у меня случилось такое прозрение, я реально, наверное, разрыдалась просто из-за того, что тебе говорят, о, ты такой классный человек. Так, я такая, типа, какой ценой, просто слезы на глазах, и ты думаешь, ну, хрен его знает вообще, вот если, ну, ну, то есть, как бы, вот, дали бы тебе изначально, да, этот выбор, вот ты говоришь, что да, что ты бы предпочла быть таким же человеком, а я вот не знаю, зная вот этот весь путь, который пришлось пройти, чтобы оказаться здесь, там, где мы сейчас с тобой, то, конечно, я вот даже, вот, не знаю, у меня нет простого ответа на этот вопрос. Да, я с тобой согласна, но я еще думаю, что все, вот как будто бы, для меня, ну, не все многое решаемо, терапии, еще, как будто, играет роль то, что у меня очень плохая память, и я реально все забываю. И я в целом, как бы, очень нормально себя чувствую, потому что я все забываю, и все прорабатываю на психотерапии. Слушай, круто, но мне психотерапия помогает вспоминать вещи, которые я, типа, я боюсь этого. Вот. Я думаю, что мы дойдем до какого-то момента, что я что-то вспомню, и уже такая, а, зачем? И вот это момент невозвращения, то есть это точка невозвращения, и после этого реально у меня просто инсайты случаются, и я такая каждый раз такой, да ладно, ну нахер. Да, лучше бы я не лезь, она тебя сожрет. Класс. Спасибо тебе, Катя, за сегодняшний эфир. Спасибо тебе. Вот. Классно, что ты заехала и сама сказала, все, давай, я здесь. Блин, я... Вроде вообще круто, приятно, знаешь ли, что ты запомнила. Так ты, блин, мне сказала, я сидела в Питере, так такая, да, приеду, будем делать подкаст. Круто, 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 видишь, поэтому мы все даже здесь собрались, благодаря тебе. Вот. С нами была Катя, Валера, это подкаст Кайм Войс, я Людмила Погодина. Смотрите тогда, когда мы это выпустим, что я вам хочу сказать. И слушайте на всех стриминговых платформах, смотрите нас на Ютьюбе, предлагайте гостей, задавайте вопросы, в комментариях ставьте лайки, да, что там надо... Научи. Пишите, что такое экпанк. Давай скажи, нет, скажи, что ты обычно говоришь в своих видео. Вот научи нас, нам реально нужно... Я все время забываю все сказать в своих видео. Я знаю, что нужно просить, ставить пальцы вверх и комментарии оставлять. И у вас, кстати, Патреон, по-моему, есть, да, или нет? Да, да. Вот поддерживайте их на Патреон. А, на Патреоне, да. Вот, все, мне кажется, все сказала. Все, теперь все хорошо, да? И обязательно посмотрите, что делает группа Лона, и почитайте про фестиваль «Не виновата». Да, и приходите, участвуйте в нем. Помогайте организовать. Да, помогите. Класс. Спасибо. Все. Спасибо, Кази. Спасибо. Спасибо. Еее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok